Сайт e-каталог это поисковик описаний и цен на бытовую и компьютерную технику, электронику, товары для дома и офиса. Его задача помочь подобрать и купить нужную модель по лучшей цене в интернет-магазинах. Можно подобрать товар по параметрам, посмотреть подробные описания и увидеть отзывы реальных владельцев. e-каталог это многофункциональный сервис поиска товаров и сравнения цен. Всем здорова! У меня в руках находится портативная консоль Sega Mega Drive 2. Она произведена в Китае. Брал я её в Дубае в магазине Virgin, чтобы скоротать время в самолёте и поностальгировать. И скажу я вам, со своей задачей данная портативная консоль справляется на ура. При желании в неё можно вставить microSD-карточку, в неё накачать различных игр, благо они сейчас бесплатные, и играть буквально в любые игры, которые вы в детстве играли или, например, не играли, но хотели бы попробовать. Как я и говорил, с темой ностальгии справляется консолька очень хорошо. Но почему именно её я её выбрал? Потому что это первая и последняя консоль в моей жизни, которая у меня была лет в 6. Мне тётя подарила полноценную Mega Drive 2, и с тех пор у меня консолей не было. Тему Xbox, PlayStation и прочих Nintendo я как-то мимо прошёл. Да и на ПК у меня игр как-то не было. Не срослось у меня с геймингом в принципе. Но вот недавно я накопил достаточно баблишко для того, чтобы купить себе консоль нового поколения. NextGen, так сказать. Эта консоль называется Sony PlayStation 4 Pro. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, почему мой выбор пал именно на 4 Pro. Почему с момента анонса прошло уже почти полгода, но я только-только решил её купить. Вообще, стоит ли тратить свои деньги на подобного рода девайсы? И что вы получаете, покупая консоль? Поехали! Но для начала давайте я вам расскажу, какие вообще версии PS4 бывают. На данный момент их три. Это PS4 обычная, PS4 Slim, самая дешёвая на данный момент, и PS4 Pro, самая мощная и самая дорогая. Почему я купил себе именно Pro-версию, а не Slim, или обычную, при этом не сэкономил бы баблишко и получил бы себе то же самое абсолютно. Но на самом деле не совсем то же самое. PS4 Pro выдаёт лучшую производительность, следовательно и игры идут в большем разрешении. Если у вас есть 4K телевизор, то вы получите более детализированную картинку. Если у вас, как и у меня, нет 4K телевизора, то вы просто получаете картинку лучше и фреймрейт повыше. Для PS4 Pro отдельно не будет эксклюзивов. Все игры будут совместимы как с PS4, с PS4 Slim и PS4 Pro. Это будет один и тот же контент. Многие игры уже сейчас идут с оптимизацией под PS4 Pro с лучшими текстурами. Если вы думаете, что разницы между обычной PS4 и Прошкой нет, то вы не правы. Прошка таки лучше справляется с играми. У меня была возможность сравнить одни и те же игры на двух системах, и на Прошке тот же Battlefield 1 смотрится гораздо сочнее. Однако, если вы не сильно придирчивы к графике, если ваша цель как можно больше сэкономить, то берите Slim-версию. Но когда говорят об экономии, то сразу же это не про приставки, я вам скажу. Вопросу финансов, цен, денег я уделю отдельное внимание. Просто смотрите ролик, обо всем я расскажу. Сначала давайте пройдемся по внешнему виду. PS4 Pro огромная тяжелая бандурина, весом 3 килограмма 300 грамм. В комплекте кабель HDMI для подключения к телевизору, кабель USB на microUSB, чтобы заряжать геймпады от консоли, сама консоль и один единственный геймпад. PS4 Pro выглядит великолепно. Само ее присутствие в доме уже создает атмосферу уюта. Материалы корпуса это чистейший пластик. Твердый, черный, брутальный. На передней стороне два вывода для полноразмерных USB, и от них могут заряжаться геймпады. Также к ним можно подсоединить флешку или жесткий диск, отформатированный FAT32 или XFAT. Также есть дисковод в виде аккуратного выреза, а также разноцветный светодиод. Разные цвета сигнализируют о состоянии консоли, показывают, находится ли она в активном режиме или в состоянии покоя. Интуитивно понятно. Из остальных разъемов есть 3.5 для вывода звука дна внешней колонки, прям из консоли. На задней стороне вход для кабеля питания, HDMI, AUX, оптический выход, еще один USB и Ethernet порт. Стоит сказать, что у прошки используется HDMI премиум, который способен выдавать до 60 фпс при разрешении Full HD или 30 фпс при 4К. Напоминаю, что у стандартного HDMI есть ограничение на 1080p 30 фпс. Также внутри консоли есть Wi-Fi модуль с поддержкой AC и Bluetooth 4.0 Low Energy. Давайте поближе рассмотрим геймпад. Это классический DualShock 4. Его вы, скорее всего, уже 100 тысяч раз видели. Классическое расположение кнопок, стиков и триггеров, сенсорная панель около крестовины. Она, кстати, нажимается, и в некоторых играх ее можно использовать, типа переключать оружие перелистыванием, или нажимать, чтобы кинуть приманку для врага и так далее. Впереди геймпада есть подсветка. Ее интенсивность можно регулировать в настройках, отключить ее полностью, к сожалению, нельзя. Также в геймпаде с внутренней стороны есть разъем 3.5 миниджек для подключения наушников и гарнитур. Гарнитур идет в комплекте и представляет из себя один единственный наушник и микрофон к нему. Это нужно для голосового чата, если вы играете в онлайн играх или в компании со своими друзьями. Также через миниджек можно выводить и весь игровой звук, но не каждая сторонняя гарнитура будет с этим совместима. Также рядом с разъемом миниджек есть загадочный разъем расширения, вроде Type-C. Он нужен для... Хрен его знает для чего он нужен, напишите об этом в комментариях, я так и не нашел ему никакого применения. Помимо этого контроллер оснащен гироскопом, акселерометром, возможностью вибрации и моноспикером. Очень круто, когда играешь в GTA 5, например, и оттуда раздаются звуки, рации или разговоры по телефону. Также есть кнопка Share, она позволяет быстро размещать запись игрового процесса и скриншоты на вашем канале на YouTube, или на Twitch, или на Facebook, или куда вы там постите. Либо можно сохранять готовые видеоклипы и скриншоты у себя прямо на консоли, потом вставить в консоль флешку и на флешку скинуть уже весь свой игровой процесс. К системе PS4 Pro можно подключить одновременно до четырех геймпадов. Для того, чтобы приставка запомнила новый геймпад, просто подключите его через USB кабель. Одного заряда геймпада хватает примерно на полдня использования, заряжается примерно 2 часа, через разъем microUSB. Геймпад можно оставить на зарядке на ночь, когда консоль находится в спящем режиме, геймпады могут заряжаться. Также геймпад частично совместим с PS3, например, и полностью совместим с ПК через разъем microUSB. Если говорить о задержке или инпут-лаге между геймпадом и происходящим в игре, то, наверное, инпут-лаг есть, но я его не замечаю. Все очень быстро. Если вы думаете, что Сонька нужна исключительно для того, чтобы на ней играть в игры, то это тоже мимо. Есть куча стороннего софта для потребления контента. Есть YouTube, Twitch, несколько клиентов для онлайн-кинотеатров. В магазине PSN есть еще и плееры, и много чего еще. Можно смотреть фильмы, играть в игры, слушать музыку и смотреть фотографии. Есть полноценный браузер, и при желании вы можете даже в ВКонтакте сидеть через Соньку. Сомнительное удовольствие, но можно. То есть консоль сегодня — это не просто игровая станция, но и полноценный медиа-центр. Хотя Sony всячески от этого открещивается и позиционирует консоль именно как игровое устройство для дома. Если говорить о технических характеристиках, то фактически это самая мощная консоль в мире на сегодняшний день. Наверное, это ключевой фактор, почему я выбрал именно прошку, а не что-то другое. В качестве центрального процессора используется специальный одночиповый процессор, то есть система на чипе, как в мобильных гаджетах. То есть в процессор могут быть впаяны все беспроводные модули связи, оперативка, видеоядро, да в принципе что угодно. Но в случае с PS4 Pro это восьмиядерный 64-битный процессор, построенный на архитектуре x86. Называется он AMD Jaguar. А в качестве графического процессора выступает некий AMD Radeon, выдающий до 4,2 ТФ производительности. К примеру, обычная PS4 выдает всего лишь 1,8 ТФ, оперативной памяти 8 ГБ типа GDDR5. Но железная составляющая — это лишь половина любого гаджета, ведь не важно, что под капотом, важно, как все это работает. PS4 Pro работает под управлением фирменной операционной системы Orbis. Если вам знакомо слово FreeBSD, то по сути это она и есть, только немного модифицированная или урезанная, называйте как хотите. Как только запускаешь Sony, сразу же видишь меню входа. Затем нажимаешь на геймпаде кнопку PS и попадаешь в основное меню, он же рабочий стол. Есть сторонние темы, которые можно скачать бесплатно или купить. Некоторые темы для рабочего стола идут вместе с премиум паком для каких-то игр. Сама система не дает доступа к своей файловой системе, вы не сможете менять расположение папок или файлов. Операционная система закрыта и неплохо защищена от взлома. Недели две тому назад вышла новость о том, что PS4 таки взломали, но что-то народ особо не торопится ее ломать, так как при взломе вы не только лишаетесь возможности играть в онлайн игры, также еще вашу консоль могут забанить навсегда. То есть не ваш аккаунт со всеми покупками, а саму консоль. За призрачный шанс поиграть в дорогие игры бесплатно, вы просто можете лишиться своей консоли. Конечно, вы сами вольны решать, нужно оно вам или нет, но мне, например, просто лень. Оболочка не лагает, нет фризов или тормозов, все довольно плавно, чего нельзя сказать про игры. 95% всего, что я играл, идет отлично, но в масштабных сценах или сильно быстрых погонях, как в GTA 5, например, можно словить все-таки просадки FPS. Это никак не влияет на игровой процесс и в принципе не режет глаза, но высказывание о том, что на консолях ничего не лагает, нельзя полностью считать истинным. Наверное, в природе нет такого девайса, который бы вообще не лагал. Отдельно стоит сказать про игры и графон в них. Многих, а меня так в первую очередь, интересовал именно этот вопрос. Про графон скажу так. Если вы хоть раз играли на ПК или просто краем глаза видели игровой процесс на персональном компьютере, то не ожидайте от консоли подобного уровня. Графика на консолях в разы хуже. Мыльные текстуры, неестественные листья на деревьях, это норма. Да, тут нет откровенных глюков и трудно поймать лаг или фриз. Работает все на 10 из 10 и видна оптимизация. Но, как я уже и говорил в обзоре на iPhone, вся эта оптимизация достигается за счет снижения графики. Если графика в играх для вас на первом месте, то не берите консоли, остерегайтесь их и на каждом углу в интернете пишите, что консоль это плохо и ата-та. В первое время для меня это было даже небольшим шоком. Типа, как так-то? Я столько бабок вбухал в игры, а они не такие красивые, как на пекарне. Однако красивые и, главное, интересные игры тут все-таки есть. Поиграть есть во что. Например, Battlefield 1, Ведьмак 3, Last of Us, невероятно графонистые игрушки. Атмосфера третьего Ведьмака меня до сих пор держит под впечатлением. GTA 5 я взахлеб прошел. При этом у консоли есть очень интересные свойства. У меня есть хороший и мощный ПК, но на нем нет ни единой игры. У меня есть неплохой ноутбук, который точно так же бы смог тянуть игры, хотя и не на ультра настройках графики, но я не играю на них, а работаю. За консолькой работать не получится. Она нужна исключительно для того, чтобы сесть перед телевизором с чашечкой вкусного чая, кофе или пива и просто наслаждаться игровым процессом. На большом расстоянии от телевизора уже и не замечаешь огрехов у графики, а когда втянешься в игровой процесс, так и вовсе не замечаешь, как проходит вечер. На качество текстур становится попросту плевать. Тебе не нужно заморачиваться с тем, как бы грамотнее организовать охлаждение, какой блок питания подобрать. Казалось бы, просто сидишь и играешь. Вот в моем представлении раньше о консолях было как? Я прихожу домой, ужинаю, немного играю в консоль, занимаюсь кое-какими своими делами, после этого ложусь спать. Но на самом деле это не совсем так. Мне постоянно приходится в Соньку вбухивать кучи бабла, чтобы ее содержать. Например, Сонька оснащается одним единственным геймпадом. Если ты хочешь играть со своим другом, то тебе придется купить второй. Один геймпад стоит 25 тысяч тенге, что примерно 5000 рублей. Сонька, забери немножко баблишка. Но и это еще не все. Без подписки PS Plus играть тоже как-то не особо весело. Чтобы играть в онлайн игры, нужно постоянно оформлять эту ссанную подписку. Она стоит 500 рублей в месяц. То есть, Сонька, возьми еще немного баблишка. Без телевизора играть тоже не получится. Потому что, ну не получится у вас играть без телевизора. Плохой телевизор или маленький брать тоже не вариант. Большой телевизор стоит дорого. Большой 4К телевизор стоит безумно дорого. Я остановил свой выбор на Full HD телевизоре. Он большеват для меня. Но все равно со своей задачей он более-менее справляется. Да, я знаю, что для PS4 Pro нужно 4К телевизор иметь. Но все равно все преимущества Прошки я на нем точно так же могу испытать. Но и это еще не все. Самое главное это цены на игры. Это просто какое-то безумие. Средняя цена на одну игру составляет примерно 3-5 тысяч рублей. То есть, Сонька, возьми мое баблишко полностью. Потому что вы не будете играть в одни и те же игры постоянно. Вам все равно рано или поздно захочется поиграть во что-нибудь новое. Да, есть вариант взять игру, например, в прокате. Но это опять же стоит денег. Тем более я привык как. Прихожу домой и играю в какую-нибудь игру, например, по часу в сутки. И могу одну игру проходить месяцами. Брать на прокат поэтому для меня не вариант. Брать игры офлайн на дисках тоже дороговато. Потому что магазину нужно оплачивать аренду. Нужно оплачивать производителю производства дисков и так далее. Брать в онлайн магазине игры гораздо дешевле, чем в оффлайне. При том, что чем игра лучше, чем она интереснее, тем больше баблишка вы в нее должны вложить. Тем она будет дороже. Плюс не забывайте про внутриигровые покупки. Тот же какой-нибудь премиум аккаунт вам даст больше преимущества перед другими игроками, чем обычный аккаунт. Плюс почти к каждой более-менее уважающей себя игре выходит дополнение, какие-нибудь приблуды, возможно, какие-нибудь скины. И это все тоже можно купить. И это хочется купить. Не страшно, если у вас нет возможности. Гораздо страшнее, если у вас есть возможности. Вы все равно будете вливать бабло в свою PS4. Отдельного внимания стоит магазин игр PSN. Его Sony постоянно допиливает и совершенствует. В нем нет откровенно плохого софта, отвратительных игр. Но как устроен магазин, нихрена не понятно интуитивно. Например, до меня только недавно дошло, как и самое главное, где ставить оценки играм. Большой косяк в том, что нет комментариев реальных пользователей. Ты просто не знаешь, что ты покупаешь. Игру после того, как ты ее хоть один раз запустил после покупки, уже невозможно вернуть обратно. Если ты покупаешь игру на диске, то она постоянно при запуске будет требовать диск. Но самый большой геморрой это покупка игры в самом PSN. При регистрации нельзя выбрать Казахстан, только есть Россия. Поэтому PayPal привязывается только российский. Для того, чтобы завести российский PayPal, нужен российский адрес и российский номер телефона. В 2015 году я по ошибке зарегистрировал российский PayPal, и вот он мне сейчас пригодился. При этом я еще 4% теряю на переводах и около 5% на конвертации валют. А все из-за чего? Правильно, из-за того, что мои казахстанские карты Visa PSN принимать не хочет. 2017 год. Сони, дайте мне возможность оплачивать через Kiwi или WebMoney или добавьте Казахстан в список стран. Если вы не знали, то это такая небольшая страна прям посреди Евразии размером с 4 Франции. Игры — это далеко не последний повод вытащить из вас денежку, потому как для консольки существует огромное множество аксессуаров. И сейчас я не говорю про PlayStation VR, которая стоит как хороший телевизор, и даже не говорю про такие мелочи, как геймпады. Я, например, не удержался и купил себе резиновые чехлы на каждый из них. Потом не удержался еще больше и купил Pro Gamepad, который красив и брутален, словно молодой Адриана Челентано на горе Фудзи во время весеннего заката. И Sony знает, как из нас выманивать баблишко. Так что консоль — это развлечение отнюдь не для школьников, который будет по полгода экономить на завтраках, чтобы купить себе первый Battlefield. Она рассчитана на состоятельных молодых людей, которые уже имеют собственный заработок. Сильны и независимы настолько, что могут позволить себе не только купить PS-ку, но и содержать ее. В этом видео я обещал вам рассказать, почему я себе купил PS4 Pro, стоит ли вообще на такие девайсы тратить свое родное бабло, и у меня нет на это, честно говоря, однозначного ответа. Каждый должен, наверное, решить для себя самостоятельно. PS4 Pro имеет смысл брать даже если у вас нет 4К телека, вы все равно разницу по сравнению с обычной плойкой увидите, но если у вас есть 4К телек, то единственная в мире консоль, которая подойдет вам лучше всего, это именно PS4 Pro. На данный момент это самая мощная консоль в мире. Единственная, которая, наверное, тянет 4К контент. Но стоит ли вообще брать себе консоль? Если вы привыкли к графону уровня ПК, если вы привыкли качать игры с торрентов, если вы не знаете на чем еще сэкономить на таком, чтобы купить себе хотя бы еды, если вы супер-мега-нагибатор 228, который в КС-ке всех нагнет, то, скорее всего, консольки брать не стоит в принципе. И PS4 Pro это не исключение. Но, если вы четко отдаете себе отчет в том, зачем вам нужна консоль, если вы понимаете, что, несмотря на кажущуюся выгоду, это ни хрена не бюджетное удовольствие, если вы готовы платить за игры и контент в принципе, то, да, консоль это для вас. Вы свободно сможете покорять новые миры, положить конец зомби-апокалипсису или слетать на другую планету и просто открыть для себя новый мир игр с комфортом, как это сделал для себя я. Фактически, PS4 Pro на сегодняшний день это лучшая в мире консоль. Но лично я ни капли не жалею о том, что купил себе PS-ку. Да, пока для игр будет лучше. Да, это вообще ни хрена не бюджетное удовольствие. Да, это не товар первой необходимости в доме и вы прекрасно можете прожить без плойки. Но, знаете, Sega Mega Drive 2 вошла в историю как отличная консоль и она стала приятной частью наших детских воспоминаний. Я рад, что имею возможность сделать частью своей жизни эту самую PS4 Pro, потому как она точно так же войдет в историю. Это отличная консоль. Я очень рад, что она сделает мои пусть и взрослые воспоминания, но все же чуточку приятнее. Все.